Здравствуйте, Асхар. Сегодня вы какой день стоите уже? 14 дней. 14 дней. Сегодня прохладно. Да, сегодня прохладно. В общем, хочу сказать следующее. Сегодня вот идет судебный процесс Балатхана в Талыкругане. Будем надеяться, что судьи примут правильное решение и перестанут, как говорится, преследовать этого человека. За его взгляды, за его убеждения. Надеюсь на то, что будет справедливое решение суда. Что касается моих дальнейших действий, сегодня 14 день моего протеста. Намерение мое остается в силе. Я буду продолжать стоять до тех пор, пока реально не будет освобождаться наши полиции. Пока цель остается, ничего не меняется. Будем стоять. Что касается наших граждан, хочу сказать спасибо за поддержку. Всем спасибо, всем удачи. Все? Спасибо. Вам огромное спасибо, Астон. В общем, всем еще раз здравствуйте. Репрессивная машина нашего государства продолжает свое черное дело, так скажем. Меня забрали прямо с площади. Привезли сразу, прямиком в Бостандевский административный суд. Ну, я прекрасно понимаю, это все делается для того, чтобы нас ликвидировать так перед митингами. Тем более, они прекрасно знают, что никто от них не собирается прятаться. И, соответственно, они принимают вот такого рода превентивные меры. Позорище просто. Государству нашему полный позор. Трусливые методы трусливого государства. Государство, которое должно защищать своих граждан. Она всеми своими ресурсами, всеми своими методами пытается от нас защититься. Спрашивается, чего они конкретно хотят. Вместо того, чтобы находить решения, компромиссы, решать задачи, решать проблемы народу. Они пытаются нас всех запугать. Поэтому я вам, граждане Республики Казахстан, как один из вас, говорю, не стоит этого бояться. Надо добиваться своего. Добиваться ни одним человеком, ни 10, ни 100. Всем выходить и оказывать давление на это трусливое государство, которое боится своих граждан. Я их не боюсь, прятаться не собираюсь. Убегать не собираюсь. Буду бороться до конца. Посадят, выйду, все равно выйду на площадь и буду добиваться своего. Так что, всем удачи. Всем спасибо.